Всем привет, это Инфакты на СтопГеймеру. Спешу сообщить, что в первый день зимы, а сейчас наступил уже второй, на СтопГеймеру открылось голосование за лучшие игры уходящего года. Бежим вносить вклад в формирование итогов прямо сейчас. Ссылка в описании. А пока бежим, пнём цифровой труп под грифом Breakpoint. Хотя Ubisoft ещё не утратила надежды реанимировать свою последнюю Ghost Recon. Даже вот выкатила первый рейд на четырёх человек, но я не об этом. Издатель провёл опрос среди пользователей с целью выяснить, каких изменений игроки ждут в первую очередь. И на основе полученных результатов уже поспешил наобещать всякого. А именно, вот чего. В начале следующего года из Breakpoint исчезнут градации редкости лута и показатель общей силы персонажа. Появятся напарники под управлением искусственного интеллекта, а искусственный интеллект противников улучшится. Будет введена возможность продать всё оружие и экипировку, ну и правки всевозможных багов, само собой разумеются. Более долгосрочные планы по доведению игры с рекордно низким пользовательским рейтингом до ума тоже уже намечены. Когда они будут реализованы, говорить рано, но неравнодушные фанаты серии всё же могут с ними ознакомиться по ссылке из описания инфакта. From Software не очень-то спешит делиться с общественностью деталями своего нового проекта, создаваемого в содружестве с Джорджем Мартином Elden Ring. Что слабо вяжется с заявлением ближневосточного подразделения IGN, передающего, что Elden Ring выйдет уже в начале 2020-го. Тот же портал утверждает, что свежую инфу по игре мы услышим на грядущей церемонии The Game Awards, назначенной на 12-13 декабря. Ну и вдогонку IGN Middle East делится некоторыми сведениями о геймплее, частично совпадающими с октябрьскими слухами. Боёвочка, ожидаемо, основана на серии Dark Souls. Способности, получаемые за убийство боссов, встраиваются в комбо для всего оружия. При этом способности не только расходуют ману, но и сжигают протагонисту руки, вплоть до полного их сгорания. Если совсем запустить конечности, то враги даже смогут их отрубить. В качестве замены можно использовать либо механические руки, либо руки противников. Да и вообще руки тут и в качестве подношений местным ковенантом выступают. Универсальная валюта, в общем. Что ж, ждём официальных подтверждений от разработчиков. А пока что отвлечёмся от противоречивых слухов и поговорим о действительно важном и животрепещущем. Вот этот дядя прошёл Хейла 3 на легендарной сложности на гитаре от Guitar Hero. Ответ на вопрос «Зачем?» Затем, что никто ещё раньше этого не делал. Разве что Хейла Combat Evolved, да и то на лёгкой сложности. Ответ на вопрос «Как?» в видосе по ссылке из описания. Там SuperLouis64 подробно описывает настройку контроллера и свои страдания в целом. Ну а ответ на вопрос «Зачем нам эта информация?» Ну хрен знает. Как по мне, она повеселее, чем срачи вокруг всяких сексуальных домогательств на рабочих местах. Но раз уж вы настаиваете... В прошлом году бывшие сотрудники Quantic Dream уже выкатывали Дэвиду Кейджу предъяву о нездоровой рабочей среде в компании и прочих сексизмах с расизмами. И вот недавно боссы студии получили первой юридической палкой по шапке. 21 ноября суд признал, что Quantic Dream недостаточно быстро отреагировала на токсичные условия труда и обязала возместить IT-менеджеру, составившему иск, 5000 евро компенсации и ещё 2000 сверху за судебные издержки. Сумма невелика, зато прецедент успешно создан. Упомянутый менеджер на достигнутом не остановился и пожаловался ещё и на какую-то унизительную фотожабу, которую не рассмотрели в первый раз. Ранимая душа сразу видно. Quantic Dream, кстати, решила врубить ответочку и выдвинула обвинение против менеджера, заявив, что он спёр внутренние данные компании. И до кучи пару французских газет, впервые опубликовавших новости о проблемах разработчиков, обвинила в клевете. Вот Red Dead Redemption 2 на персональных компьютерах работала на старте продаж хреновенько. Это известный факт. Rockstar Games считает, что на данный момент справилась с большей частью технических проблем PC-версии. Потребовалась череда патчей и обновлений драйверов видеокарт. В качестве извинения разработчики представили презент, включающий целый ворох боеприпасов и расходников. Если вы чувствуете, что заслужили моральную компенсацию, то можете перейти по ссылке из описания и ознакомиться с составом подарка. Ну или просто зайти в игру. До нового года. Phoenix Point — пошаговая тактика, в ответе за которую родоначальник оригинальной серии XCOM Julian Golub уже готова к релизу. 3 декабря игра стартует в Epic Games Store. В Steam и GOG появятся ровно через год. До Xbox One доберется в начале 2020-го, но после этого и до PlayStation 4 доедет. Совершенно внезапно Phoenix Point структурно похожа на XCOM. Чужеродные твари в качестве противников, глобальный геймплей на карте планеты и тактические бои в пошаговом режиме. Julian Golub при создании игры брал на вооружение не только собственный опыт разработки собственных XCOM, но и идеи из перезапуска серии за авторством студии Firaxis Games. Кстати, об Epic Games Store. Там началась бесплатная раздача сферического платформера в вакууме Rayman Legends. Продлится до 6 декабря. А с 6 по 12 настанет очередь Jotun или Jotun или как вам угодно Valhalla Edition. Это уже не настолько популярная игра, как Rayman, но все же с оценками в районе 75-80 баллов. Изометрический экшен с арисованной графикой. До встречи на Стоп Геймеровке. Пока-дала.